Бег, йога, фитнес. Для Светланы Седовой это уже устаревшая история. Сейчас она занимается альфа-гравити, новой и уникальной системой тренировок. Рукам очень было тяжело, потому что непривычно, пальцы болели и естественно непривычное положение тела в подвешенном таком состоянии. Конечно, было тяжеловато и долго я не выдержала. Потом привыкла и начала полностью чувствовать свое тело. Сейчас занимается два раза в неделю. Суть тренировки – задействовать абсолютно все мышцы тела, проработать суставы и связки. Пару тросов, которыми фиксируются стопы и руки, крепятся к потолку. Говорят, это все, что нужно для того, чтобы заниматься альфа-гравити. Физическая форма, рост, вес не имеют абсолютно никакого значения. Сейчас мы это с вами проверим. Я уже переоделась и Аня, тренер со стажем, которой я готова доверить свою жизнь. Прямо сейчас покажет мне несколько упражнений. У нас есть четыре петли. Вставляем пальцы в них от мизинца до указателя. Самое легкое – висеть животом вверх, а самое сложное – висеть им же, но вниз. На деле оказалось не так просто. Здесь важно не переборщить. Нагрузку нужно добавлять постепенно. Особенность нашего направления в том, что вся тренировка идет в работе с собственным телом. То есть мы работаем в гравитации, мы вытягиваемся, у нас улучшается кровообращение, лимфатическая система задействована, то есть она улучшается. И поэтому как бы нужно заниматься этим всем. На выходе, если тренировки будут регулярными, вы прокачаете свое тело, научитесь справляться со стрессом, избавитесь от дискомфорта и болей в спине. После такой тренировки нужно отдохнуть. На альфа-граммите делают это вверх ногами. Приятное чувство бодрости, легкость, подтянутая фигура и гибкость будут приятными бонусами к вашим занятиям. Антонина Шитова, Руслан Хохлов. Утро нового дня.